Главный городской парк может появиться в Зайльцовском районе. Несколько гектаров планируют оборудовать для отдыха граждан, построить специальное здание для квеста и организовать кинотеатр под открытым небом. И это лишь малая часть идей, что предложили студенты-строители. Из 40 конкурсных проектов финал отобрали только 9. Где раскинется главный городской парк, выяснила Елена Богатырева. Благоустроить планируют берега реки 2-я Ельцовка. С одной стороны участок граничит с частным сектором и строящимся микрорайоном малоэтажек. А с другой стороны с дендропарком. Территорию частично уже освободили от металлических гаражей и несанкционированных свалок. Строительная компания, заинтересованная в благоустройстве, вместе с волонтерами вывозит мусор тоннами. А воплощение в жизнь самых интересных проектов инвестор готов профинансировать уже в этом году. Но вторая Ельцовка недавно стала местом обитания бобров, а не строить здесь плотины. А значит вмешательство в природу должно быть минимальным. Основой нашего проекта является павильон в форме ракушки. Функционал у нее немного необычный. Это павильон, созданный специально для проведения реалити-квестов. То есть он подойдет практически для любого возраста. Превратить парк в удобное место отдыха студенты предлагают с помощью танцующих фонтанов и детских площадок, обустроенных парковок и зон для экстремальных видов спорта. Студенты подумали и о том, откуда парк будет получать электроэнергию. Мы хотим поставить малую гидроэлектростанцию, которая способна вырабатывать гидроэлектроэнергию, экологически чистую и дешевую, которая будет составлять порядка 50 копеек за киловатт. И она будет вырабатывать порядка 80 киловатт в час. Портит вид прибрежной территории второй Ельцовки старая электроподстанция. Современные технологии позволяют уменьшить ее размеры в десятки раз и уместить в бетонной коробке буквально 20 на 20 квадратных метров. Но чтобы и это сооружение радовало глаз горожан, студенты предлагают организовать здесь кинотеатр под открытым небом и на бетонных плитах транслировать фильмы. Также студенты предлагают возвести мосты к дендропарку и за Ельцовскому бору, что позволит объединить эти места отдыха. Очень много парков и территорий, которые разрозненно находятся в этой зоне. То есть это кто-то принадлежит там областной подчинению, где-то городской, где-то вообще частной. Для того, чтобы все эти зоны объединить, как раз вот этот наш парк нужен. Конкурсная комиссия пока оценивает разработки только на уровне идей. Впрочем, работа студентов не напрасна. Автор лучшего проекта получит премию 25 тысяч рублей. Елена Богатырева, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Продолжение следует...